Так вот, всяческие слухи, которые сегодня распространяются по поводу некого предстоящего освобождения обвиняемой Надеждой Савченко, не имеют под собой никаких оснований. Савченко содержится в следственном изоляторе как обвиняемая в совершении особо тяжкого преступления. Я хотел бы напомнить, что по данным следствия она была не какой-то не летчицей, а банальной наводчицей, в данном случае соучастником убийства российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина, если кто-то забыл об этом. Арестована она была решением суда и именно суду в дальнейшем определять и степень ее вины и меру наказания. Ну а пока дело находится в стадии расследования, в настоящий момент проводятся следственные и другие процессуальные действия, направленные на закрепление доказательств причастности Савченко к меняемым ей преступлениям. Могу лишь раскрыть некоторые тайны следствия и сказать, что у следствия есть неопровержимые доказательства в виде собственноручных записей Савченко, которые подтверждают ее причастность к корректировке огня. Есть данные баллистической экспертизы, фрагментов осколков, изъятых из тел погибших, а также фото и видеоматериалы с места гибели журналистов, которые были получены с космических спутников. Так вот, все эти доказательства представлены следствием для проведения ситуационной судебной экспертизы. Так вот, это лишь часть доказательств, которые в совокупности и с другими доказательствами будут предоставлены суду. Так что мы, в отличие от некоторых политиков и так называемых адвокатов, руководствуемся фактами, а не эмоциями и политическими пристрастиями.